Я считаю, что люди нашего поколения, которые сдали свою страну в 1991 году, они не должны уходить из жизни, пока они не решат перед своими потомками своё предательство 1991 года, как поколение, понимаете, да? Вот если говорить лично. Я считаю, что очень просто. Параллельно должны появиться тысячи лидеров этого направления, национального освоительного движения. То есть люди, которые предали страну, их надо возвращать обратно будет? Предали страну в 1991 году, которые не стали защищать Советский Союз? Ну вот тот самый Горбачёв, для того чтобы его судить, к примеру и прочее. Ну это отдельный уголовный процесс по Горбачёву. По Горбачёву я подразумеваю тех, кто уехал. Там просто прямое нарушение закона. Давайте разные категории. Если мы говорим об окружении Горбачёва – это нарушители закона, они подлежат суду. Если мы говорим об уехавших, они по-разному. Что вы будете судить людей, выведенных с оккупированной территории СССР немцами, я бы не стал их судить. А это то же самое. Американцы создали условия, здесь невозможно жить, там живут более-менее за пайку, более-менее платят, человек уезжает. Я имею в виду предателей, которые уехали, а не тех, кто уехал работать в другую страну. А что такое предатели, которые уехали? Горбачев или же с ними? Так они были, они были, они вернулись на родину, как Штирлиц вернулся в Москву и получил героя Советского Союза. Что вы от них хотите? Горбачев получил официальную медаль из рук Конгресса США за победу над Советским Союзом. Фанфары и благодарность на всю жизнь, как героический сын американского народа. За что вы хотите от него получить? Он уже свои награды получил, он герой в Соединенных Штатах Америки, как они называют. У него будут памятники, в его честь будут названы улицы в США за победу над Советским Союзом. Хорошо, за развал СССР, как-то он должен отвечать? Перед кем? Перед СССР. Ну как должен отвечать Штирлиц перед немецким правительством 41-45 года? Для чего тогда уголовные дела эти заводили? Мы уже это обсудили. Уголовные дела у нас заводятся для того, чтобы запустить процесс идеологический. начать точку отсчета для восстановления суверенитета. Мы должны, только уголовный процесс покажет, что Российская Федерация, Украинское государство, Узбекское, Грузинское, все сознальные, остальные создавались оккупантами. Понятно, да? Процесс покажет. То есть, покажет механизм ликвидации. Покажет, что это делалось не просто так, а потому что это приказали оккупанты. Вот для чего процесс. То есть, это процесс предательства. Ну, те, кто сделал, они же должны какую-то карму определенную. Давайте так. Вот вопрос кары и вопрос мести, это не ко мне. Нет, не ко мне. Я уверен, что есть люди, которые захотят мстить. Я к их числу не отношусь. Вот поверьте. Мне это важно как функция. Восстановление суверенитета начинается с функции уголовного процесса не только по 90-му году, и раньше, с 85-го по 91-й год. Вот по уголовному процессу этого события. Следующая функция восстановления суверенитета. Исторический процесс по построению российского, украинского и других государств. Это будет отдельная история по новейшей истории, которая сейчас тоже запрещена. И мы должны заниматься как... Еще раз говорю, у нас холодная оккупация, поэтому восстановление будет в холодном ключе, не в горячем суверенитета. Значит, этот период... И, наконец, закончится этот третий этап восстановления суверенитета, закончится изменением текущих законов и правил жизни. Поэтому в системе национального суверенитета движения существует три крупных идеологических этапа. Уголовный процесс по 1985-1991 году, исторический процесс по 90-м годам, как создавали американцы Россию, Украину и другие государства, и процесс уже по изменению текущей жизни. Но чтобы текущей... Главное, конечно, последнее. Но чтобы изменить статус сегодняшней жизни, то есть изменить законы, конституцию, правила функционирования, должности и все остальное, нам надо пройти предыдущих два этапа. Это простой функционал, нам ничего личного, никаких месть, никакой мстя, никакой обиды. Это просто технологический процесс восстановления свободы Родины. Вот как для того, чтобы взять Берлин, надо было победить в Сталинградской битве. Последовательность действий должна быть. Не победить в Сталинградской битве и Берлин бы не взяли. Субтитры создавал DimaTorzok